Лева, помните, да, кто такой Леса Лева? Он Бхагавадгиту включил в Махабхарату, поскольку отдельно Бхагавадгита плохо воспринимается людьми. Плохо я имею в виду в некачественном понимании. То есть очень многие люди говорят, как же так, что за Бог драться заставляет, да? Слышали, наверное, такое? Сами даже, может, испытывали, когда первое время читать начинали. Какая-то странная такая немного война какая-то, давай, иди, убей всех, там, все такое. Немножко, как бы, такое, какое-то противоречие возникает внутреннее. Почему? Потому что мы на сегодняшний день видим Бхагавадгиту отделенным от Махабхарата. На самом деле Бхагавадгита как отдельное произведение существует, но для людей века Кали Бхагавадгита была вписана в Махабхарату. То есть все предыстории, почему так произошло, и тогда становится каждый стих Бхагавадгиты более-менее понятен. Почему Дритараштра слепой? Почему Дритараштра отделил своих сыновей и сыновей Панду? Почему Панду умер? Почему они остались без отца? Откуда появился шестой брат Пандау, Карна? Почему он перешел на сторону Дурятханы? И так далее. Почему вообще возникла эта ситуация, братоубийственная война, то есть гражданская война? И почему Кришна заставляет Арджуну вступить в бой против своих родственников? То есть их всех связывают родственные узлы. И когда мы не знаем этих предысторий, не знаем той ситуации, несомненно, Бхагавадгита может рассматриваться исключительно как теистический философский трактат, но он становится тяжело доступен. Почему? В предыстории. Какие-то имена называются. Вот на нашей стороне тот-то, 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 почему их называют? Чем их слава была? И так далее. Кто такой Карна? Почему Дурятхана так ненавидит Пандау? Почему Арджуна не хочет сражаться? Хотя те явно хотят вызвать его на поединок? И так далее. И когда мы начинаем изучать Бхагавадгиту в свете полного объема, тогда Бхагавадгита раскрывается для нас, нам понятны становятся те ситуации, те конфликты, те переживания, и вся эта история, которая описывает 18 дней Курукшетры. И вы видите, можете заметить, что в Бхагавадгите 700 стихов, не так большая, 700 стихов, если убрать комментарии, это не так большого произведения было. Всего 700 стихов. И Бхагавадгита состоит из 18 глав. Итак, мы, наверное, начнем с того момента, что такое Бхагавадгита. Что же такое Бхагавадгита? Бхагавадгита означает «песнь Бога». Бхагавад – это Бог. Бхагавадгита означает «песня». Божественная песня. Или песня, пропетая Богом в дословном периоде. «Песнь, пропетая Богом». Почему, если вы помните, почему мы называем песню? Вы наверняка заметили. Первая песня – Шримад, Бхагавадгита. Вторая – песня. Почему песня? Кто помнит? Поскольку это трактаты, которые относятся к категории апауруша, апауруша шабда, не человеческие, не относящиеся, еще называют их апрокрыто, нематериальные. То есть, они никакого отношения к материальному миру, по сути-то, не имеют отношения. Поскольку описывают игры Господа. Где? В материальном мире. И поскольку Господь духовен полностью, и все его окружение духовно, то эти игры, хотя они проходят в материальном мире, они также являются какими? Эти игры духовные. Эти игры духовные. А в духовном мире, если вы помните, каждое слово – песня, а каждый шаг – танец. Вот почему все диалоги, все повествования называются песнями. Поскольку они записаны в Ессадевы и на самом деле произносились стихами, Арджуна говорил стихами, Кришна говорил стихами. Вы, может быть, замечали, что есть разные литературные произведения, где описываются какие-то определенные хроники, документальные хроники прошлых времен. И они тоже написаны в таком, либо, знаете, что такое белый стих? Вот в таком стиле, как белый стих, или написано в рифме, прямо в стихотворной форме. И иногда люди думают, что это как бы, ну, поэт, он там, как бы взял событие какое-то и в стихах. Нет, люди так общались. В цивилизованном мире люди говорили практически стихами. Либо такая вот, как бы, поэтическая проза, так ее назовем, поэтическая проза, так люди говорили афоризмами или поэтической прозой, вот этот белый стих. Либо говорили в стихотворной рифмованной форме. Таков уровень был людей, их сознание. То есть они могли выражать свои мысли стихами, даже в обыденной бытовой жизни. Удивительно. Очень удивительно. И таким образом, чем выше цивилизация, тем речь людей, их способность передавать какую-то определенную устную информацию, несомненно, заключается в том, что мы видим, как в источниках написано, что в Сати-югу люди говорили стихами. Тут же складывали. Они даже по-другому не могли общаться. Мы начинали говорить стихотворные феры. Даже иногда мы еще сейчас в Кали-югу, иногда что-нибудь ляпнешь, и так, знаете, бывает так. И в рифм получается. Даже у нас такие проблески такие. Как? Проскакивают. Проскакивают. Поэтому поэзия ценится, несомненно, нами. Поэзию многие люди любят. Я, допустим, очень люблю поэзию, когда она еще такая, допустим, что там далеко ходить. Пушкин все-таки это на самом деле гениальный поэт, способный выразить свои мысли, какие-то обрисовать какие-то события, представить какие-то события. И как бы кажется, что даже лишних слов, даже будто бы и для рифмы он ничего не делал. Все прямо как-то в рифму и все к месту. Каждое слово на самом деле необходимое. Ну, как говорят, не дать, не взять, из песен слов не выбросить. В общем, все прямо к месту. Если мы с вами будем сочинять стихи, то мы обязательно где-то там какие-то лишних слов напихаем для рифмы. Какие-то лишние обороты будут для того, чтобы сохранить какой-то определенный поэтический ритм, стиль, какой-то смысл сохранить. У нас будет очень много лишнего. Поэтому поэты очень высокого уровня, такие, как, допустим, Александр Сергеевич Пушкин, или Байрон даже тот же самый, чтобы можно было понять, о чем я говорю, в две категории общения существовали. Это примерно то, чем у нас Лидия Федоровна увлекается. Это японские поэты. Знаете, да, японскую поэту чуть-чуть немного? Очень странная такая поэтия. Там рифмы очень мало. Очень мало рифмы. Но все такое аллегоричное, все такое метафорическое. Нужно додумываться. То есть человек должен обладать очень могучим разумом. Он должен быть очень поэтичным сам, очень близкий к природе вещей. И очень хорошо знать внутренний мир живых существ. Чтобы понять, о чем речь вообще идет в этих стихах. Поэтому все японские поэты, вот в частности, допустим, любимый поэт Босё, его поэзия, несомненно, очень возвышена. Но простые люди какие-то, допустим, которые не так образованы в этих отношениях, они не понимают эту поэзию. Вообще, что ли, что колокол ударил, там что-то такое. Есть такая стиль. Итак, мы с вами должны знать, почему называется эта песня. И мы сегодня начнем с того, что мы прочитаем отзывы о Бхагавадгите, Бхакти Виданты, Свами Пропа. Итак, ученые о Бхагавадгите, как она есть. Еще очень важный момент, почему Бхагавадгита называется, как она есть. На самом деле нет такой Бхагавадгиты. Такого названия не существует. Бхагавадгита, как она есть. Почему Пропада называет свою Бхагавадгиту, как она есть? Поскольку существует более 700 переводов Бхагавадгиты. И все эти Бхагавадгиты считаются неавторитетными. Почему? Переставлены стихи местами. Некоторые стихи вообще отсутствуют. Некоторые стихи четверостишие перемещены друг против друг. То есть две строчки, которые должны быть снизу, поставлены сверху. И перевод с санскрита в основном, если вы помните, мы с вами изучали три вида деятельности, религиозной деятельности. Первый вид деятельности, религиозной, называется карма-канда. Помните ли? Карма. Карма-канда. Канда означает религиозная деятельность. Карма-канда. Это означает, что люди совершают ритуалы, церемонии и жертвоприношения, не понимая их глубокого смысла и предназначения. Только лишь с одной целью. Избежать греховных реакций за грехи, которые они совершают и совершали. И улучшить свое материальное положение. Это называется карма-канда. Ритуалисты. То есть религия на уровне ритуалов. Для того, чтобы получить чувственное наслаждение. Улучшить свое материальное положение. Следующий уровень называется гианаканда. В гианаканду включается также йога. Гианаканда. Это философские спекуляции. Когда вы на свое усмотрение даете личное толкование тем или иным истинам. Собственные комментарии и собственное личное толкование. Не в традиции вы даете, а свое личное, индивидуальное толкование. Как мы, допустим, говорили с вами о современных теософах. В частности, я упоминал Елену Петровну Бловацкую, Елену Ивановну Рерих. Самого Николая Рериха. По-моему, он Константинович, да? Николай Константинович, по-моему, Рерих. Да, сам Николай Константинович. Его сын. Также его последователи. Многие дают собственный комментарий. Это как в Библии или как в христианстве. Апостол Савиал был такой. Савиал, который стал впоследствии Павлом. И он был первый, который провозгласил, что каждый может трактовать Библию, как он лично ее понимает. И появилось сразу сотни тысяч комментаторов слов Иисуса Христа. Многие расходились в своем понимании разных выражений Христа и событий, оценки этих событий. И как раз это был первый толчок раскольничества. То есть раскололось христианство. Потерялась единая концепция, единое понимание того, что говорил Христос, почему Он так действовал, почему действовали так апостоли и так далее. И мы на сегодняшний день находим сотни тысяч христианских сект и направлений. Практически мы с вами знаем, да? Православие, католицизм, протестантизм, лютеранство, адвентизм и так далее, и так далее. То есть существует как-то, как бы единая система раскололась. И все они между собой что? Сражаются. Они не принимают друг друга. Протестанты не принимают католиков. Католики терпеть не могут протестантов и православных. Православные, вы знаете, отмежевались вообще от всех. И даже от самих православных. Мы с вами-то уже говорили об этом. И таким образом это породило. То есть каждый, по утверждению Павла, мог трактовать Библию по-своему. Так как он лично ее понимал. Таким образом каждый из нас мог написать комментарий к Библии. И найти своих последователей, которые также понимают эти. И открыть даже целое свое движение. То есть полностью отсутствие парампары и отсутствие сикханты. Что значит сикханты? Единого вывода. Единого, четкого, абсолютного понимания данного стиха. То есть в парампаре ученической преемственности, говорится, понимание передается исключительно той личности, которая сама пропела. И таким образом мы получаем комментарии в сознании Кришны. Кришна поет эту песню Арджуне. Арджуна поет это Кришне. Диалог между Арджуной и Кришной. И этот диалог называется Упанишада. Существует 108 Упанишад. Упанишада, если вы помните, переводится с санскрита. Сидеть вблизи с духовным учителем. И задавать ему смиренные вопросы и получать ответы. Это называется Упанишада. И существует 108 Упанишад. И все 108 Упанишад сконцентрированы в этом самом значимом, самом великом философском теистическом трактате, который называется Бхагавадгита. Песнь, пропетая Богом. Здесь сконцентрирована вся основная мудрость всех 108 Упанишад. И если вы помните, Упанишады, это произведение, предназначенное исключительно для людей, ведущих отреченный образ жизни. То есть давших обет отречения от мира. То есть Упанишады доступны и могут быть понимаемы и изучаемы только саньяси. Если вы помните, брахмачарьи, то есть ребятишки до 25 лет изучают, что? Самхиты, правильно. Когда они становятся семейными людьми, они начинают изучать брахмана. Когда они отходят от семейной жизни в возрасте 55 лет, они начинают изучать араньяки. Это называется ванапрасх. Итак, брахмачарьи и самхиты изучают, грехасхи, семейные люди, изучают брахмана. Отошедшие от семейной жизни изучают араньяки и принявшие обет отречения от мира, то есть уже отреченные личности, понявшие все в жизни, полностью отрекшиеся от всего мирского. То есть практически находящиеся в освобожденном состоянии, осознавшие себя души саньяси, они начинают изучать упанишану. И поэтому Бхагавадгита является как раз сконцентрированными 108 упанишанами. Здесь 108 упанишан. То есть все основные, то есть это сливки, как бы, всех упанишан. Результат ситханта. Что же такое ситханта? Если вы помните, слово ситханта означает точный, абсолютный вывод, который сделал кто? Бог. Таким образом, должны быть комментарии в сознании Бога самого. То есть комментатор должен объяснить, что Бог имел в виду. И это должно полностью соответствовать действительности, что Бог на самом деле это имел в виду. Поэтому парампара полностью несет понимание самого Кришны. То есть никто не имеет права трактовать по-своему слова Господа. И поэтому Господь объяснил все свои фразы, которые Он высказал на Курукшетре. И после Курукшетры Кришна объяснял кому? В Ясадеве лично. Кришна объяснял лично В Ясадеве. И в Ясадеве, если вы помните, является литературным воплощением Верховной Личности Бога Кришны. То есть Он является аватаром. Сам Ясадеве является частичной аватарой. Шакте Вавеши Аватара. Литературное воплощение Кришны. Кто такой Шакте Вавеши Аватара, вы помните? Живое существо, наделенное полномочиями Бога. И в частности, В Ясадеве был наделен полномочиями знать, что имел в виду Кришна, и записать. И Кришна перепроверил всю ведическую систему, перепроверил, так ли В Ясадеве представил Его понимание. Почему Он так говорил, почему Он так делал. И когда Кришна перепроверил все это, Он дал свою татарству. Татарству, это значит, можно это отдать обществу. Что на самом деле я это имел в виду, и правильно так нужно понимать мои слова, слова Арджуны и те события, которые произошли со временем моего появления в человеческом обществе. Я думаю, для вас это понятно, да? Почему? Парампара необходима. Что парампара передает сикханту. Это вывод, который полностью соответствует выводам самого Кришны. То есть вы слушаете и понимаете, о чем говорит Бог. И этим пониманием может обладать только... только освобожденная душа. То есть тот, кто лишил четырех недостатков обусловленной жизни. Если вы помните, иллюзия, несовершенство чувств, ошибки и обман. Мы с вами здесь все до одного, по словам, иллюзия. Поэтому, как бы мы ни пытались говорить, что у нас все хорошо, на самом деле мы в иллюзии все равно находимся. О несовершенстве чувств даже и речи нет. Прямо сейчас можно доказать, и мы все увидим, что мы несовершенные чувства. Несомненно, каждый из нас ошибается на каждом шагу. Так ведь? И мы, ну, конечно, неприятно это осознавать, но мы склонны загибать. Склонны загибать. Склонны преувеличивать и преуменьшать. Преувеличивать какие-то истории, преуменьшать, даже давать им свой окрас, какие-то свои митики. То есть, искажательство. Это называется в обман. Поэтому наши комментарии никто читать не станет. И изучать их не будут, поскольку они вне парамплера. Мы дадим свои толкования. Поэтому, если вы читали уже, значит, начали читать книги про упады, вы наверняка заметили, что каждый раз он ссылается на кого-то. Он сам ничего не пишет. Он постоянно ссылается. Ру-Пугас Маме говорит то-то, то-то. Шрилавиш Ванатхача Кравартиф Кокур говорит то-то, то-то. Господь Читани Махапрабху говорит то-то, то-то. Нара-дамуни говорит то-то, то-то. Вьяса говорит то-то, то-то. Биламангалат Хакур говорит то-то, то-то. На кого он ссылается? На ачариев, предыдущих ачариев. Таким образом, он ничего своего собственного не вносит. Он просто поясняет, как современный человек, век Кали, мы с вами должны правильно понять. Поскольку, если мы будем читать комментарии его духовного учителя, мы вообще ничего не понимаем. Многие даже комментарии про упады, они специально предназначены для наших уровней. Все комментарии про упады написаны в гуне благости. Вот почему нам тяжело их читать. Почему? Если бы они были в гуне страсти, нам бы очень интересно было, но они в гуне благости написаны. Поэтому, поскольку у нас недостаток гуны благости, нам тяжело читать эти книги, тяжело читать эти комментарии. Особенно даже люди, как мы с вами обсуждали, говорят, черненькое еще даже лучше, чем комментарии. Вот это толсто-жирно написано, черно. Стихи. Сами стихи. Вообще классно. А вы, да, вот это такая муть голубая. Дипропада постоянно ссылается на ачарьев, на своего гуру и на священные писания. Такова традиция парамбры. Гуру, шастры и садху. Если что-то одно отсутствует, это не принимается как истина. Три команды. Даже если вам гуру говорит, но шастры это не подтверждают и не подтверждают ачарьи прошлого, делать такие, вы должны отвергнуть гуру. Должны сказать, дорогой духовный читатель, что это вы тут. А говорили такое очень странное. Поясните. Ни в священных писаниях мы не нашли этого, и не нашли в выводах ачарьев. И тогда он говорит, извините, простите, ошибся. Гуру тоже может признаться. Обусловленное живое существо не признается. Оно как-то выкрутится. Но освобожденная личность признается ваше. Потому что она свободна от этих недостатков. Свободна от ложного этого. Поэтому ошибка, обычно присущая обусловленным живым существам. Освобожденные люди не ошибаются. Они иногда меняют форму повествования. Сохраняя смысл. Форму. Но поскольку мы с вами обусловленными, мы всегда привязаны к чему? В форме они смысл. Мы всегда привязаны к форме. И не привязаны к смыслу. Вот, а вы там сказали, такая страница, а на самом деле другая страница. Вы там слово такое сказали, а там совсем другое. Вы сказали, что его звали там, кстати, Вася, а его-то звали Иван Иванович. Так что вы отклонились от парампоры. Но на самом деле, если смысл не искажен, все эти детали, то есть форма сама не имеет никакого значения. Поэтому говорится, что форма может меняться в соответствии с временем местным обстоятельствам. Самое главное не изменить что? Дух. Не изменить дух. И поэтому Прупада с самого начала в своих книгах описывает. Может быть, мой шеремат Бхагаватам и Бхагаватгита изобилует ошибками, погрешностями. Может быть, несовершенен по форме. Но дух Бхагаватам и Бхагаватгиты я передал неизменно. Таким образом, можно менять форму, но ни в коем случае недопустимо изменить дух. Но некоторые меняют дух ради сохранения формы. Таким образом, Прупада пишет Бхагаватгиту, как она есть. Переводит Бхагаватгиту, снабжает ее комментариями, ссылаясь только на предыдущих ачариях, на освещение Писания и на своего духовного учителя. В четком соответствии с парампорой. И он передает бережно весь смысл и дух шеремат Бхагаватам и Бхагаватгиты. И поскольку ему удалось это, мы на сегодняшний день с вами это слушаем, мы интересуемся. Существует 700 переводов, которые были сделаны еще в 18-19 веке. И мы с вами никогда даже не интересовались этим. Таким образом, мы можем видеть, как на нас повлиял дух, а не форму. Мы сейчас сидим, мы видим, что целое мировое движение появилось только благодаря такому переводу. Ни один из 700 переводов не дал ни одного человека, не было предного. Люди читали такую Бхагаватгиту, и у них не возникало желания служить Богу. Никогда. Все 700 переводов были пусты, там не было духа. И Бхагаватгиту исполнил истинным смыслом, и смотрите, сразу всплескнули многое. Люди захотели служить Богу. Вот что такое Ачария, которая находится в цепи ученической приятельности. Итак, начнем читать ученых. Что ученые пишут современно. Изданное общим тиражом более 5 миллионов экземпляров на более чем 30 языках мира, Бхагаватгита, как она есть, вы поняли, да, почему он написал Бхагаватгита, как она есть? Почему слово, как она есть? Чтобы написать Бхагаватгиту в подлинном варианте, так, как написал ее Вьесадева, и снабдил ее комментариями, которые называются комментариями ситханты. То есть выводами, которые не отличны от того, что имел в виду Кришна, говоря. Не давая никаких собственных толкований и интерпретаций. Вот в чем ценность. Да? Да, да, конечно. Вы не спрашивайте, если что-то надо, раз потихоньку. Так, изданное общим тиражом более 5 миллионов экземпляров на более чем 30 языках мира, Бхагаватгита, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачеба Активиданты Свами Парупады, стала настоящим бестселлером. Она по праву считается самым авторитетным переводом этого классического произведения мировой литературы. Ниже приводится несколько отзывов о Бхагаватгите, как она есть, ведущих ученых мира. Это бесспорно одно из лучших изданий Бхагаватгиты и одна из лучших книг о науке преданного служения Богу. Перевод Парупады идеально сочетает в себе смысловую точность с религиозным прозрением. Доктор наук Томас Джеб Хопкинс, декан факультета религоведения колледжа Франклина и Маршала. Гита может быть по праву названа литературным фундаментом великой духовной цивилизации Индии, старейшей среди всех культур мира. Настоящий перевод и комментарий – еще одно свидетельство неприходящего значения Гиты. С вами Бхагаватгита принес на Запад яркое напоминание о том, что наша высшая степень деятельности и однобокая культура переживает кризис, который может привести ее к самоуничтожению, ибо она лишена внутренней глубины подлинного метафизического сознания, сознания Бога. Без такой глубины все наши высокопарные рассуждения о политике и морали не более чем пустые словеса. Томас Мартин. Ученый, богослов, монах, писатель. Христианский. Следующее. Никакое другое произведение индийской литературы не цитируется на Западе так часто и не любит так сильно, как Бхагаватгита. Тот, кто берется за перевод такого произведения, должен не просто знать санскрит, но очень глубоко понимать и содержание, и изысканную словесную форму этой книги, ибо эта поэма – суть симфония, которая учит распознавать присутствие Бога во всем сущее. Его божественная милость Ачеба Активиданта Свами Пропада, безусловно, испытывает глубокую любовь к теме данного произведения. Более того, он привносит в него ту особую проницательность, которой должен обладать комментатор, мощно и убедительно обосновавший теорию в акте преданного служения. Свами оказал неоценимую услугу студентам, наполнив этот всеми любимый индийский эпос новым содержанием, истинным содержанием, содержанием любви к Богу. «Каких бы взглядов не придерживался каждый из нас, все мы должны быть благодарны тому, кто ценой огромного труда создал это блестящее произведение» – Пропада. Доктор Гедес МакГрегор, заслуженный профессор в отставке, преподаватель философии Южно-Калифорнийского университета. В этом прекрасном переводе Шриле Пропаде удалось передать дух Бхакти, которым пронизана Бхагавадгита. Он снабдил текст обширными комментариями, следуя подлинно авторитетной традиции Шри Кришна Чайтания, одного из наиболее видных и влиятельных святых Индий. Доктор Джос Тилсон Джуда, заслуженный профессор, преподаватель истории и религии и директор библиотеки Теологического союза Беркли. «Если считать, что практика является критерием истины, как утверждает Пирс и другие прагматики, то в Бхагавадгите, как она есть, бесспорно содержится некая истина, ибо лица тех, кто следует ее наставлениям, дышат радостью и покою, которые так редки в унылой и безрадостной жизни наших современников». Доктор Элвин Пауэлл, преподаватель социологии Государственного университета Нью-Йорка. Неважно, является ли человек адептом индийской духовной культуры или нет, чтение Бхагавадгиты, как она есть, принесет ему огромное благо, ибо он сможет понять Гиту так, как ее по-прежнему понимает большинство индусов. Для многих эта книга станет первым знакомством с подлинной Индией, древней Индией, вечной Индией. Франсуа Шеми, доктор богословия, институт политических исследований Париж. Бхагавадгита, как она есть, это глубоко прочувствованное с помощью и размахом задуманное и прекрасное исполненное произведение. Я не видел другого издания Гиты, которое бы несло в себе столь важное содержание, оплеченное в безупречную форму. Это, несомненно, цельное и законченное произведение, которое долгие годы будет занимать достойное место в интеллектуальной и нравственной жизни современного человечества. Доктор Шукла, ассистент кафедры лингвистики Джорджтаунской университеты. Бхагавадгита – это один из самых важных текстов в индийской культуре. В Советском Союзе существуют прочные и давние традиции исследования древнеиндийского культурного наследия. Надеюсь, что использование этого издания Гиты принесет пользу нашим ученым и студентам. И я рекомендую им использовать его в своих исследованиях, научных исследованиях. Доктор Онгар Тлевин, Институт востоковедения Москва. Бхагавадгита, как она есть, очень ценное и полезное издание. Бхагавадгита уже переводилась и издавалась в Советском Союзе. Но данная книга предоставляет возможность еще глубже исследовать философию и социальные проблематики Бхагавадгиты и расширяет горизонты наших исследований в сфере индийской культуры. Я думаю, что нашим ученым индологам следует воспользоваться именно этой книгой. Профессор Челышев, Институт востоковедения Москва. Итак, Бхагавадгита, как она есть, посвящается Шрире Баладеве Видябушине, автору Говинда Пхашли, замечательного комментария к философии Веданды. Это пропада посвящает ему. Валадеве Видябушина – это один из ачарьев нашей Санпрады. Предисловие к Бхагавадгите. Хотя Бхагавадгита издается и читается как самостоятельное произведение, изначально оно является частью Махабхараты, древнего эпоса, написанного на санскрите. Махабхарата повествует о событиях, предшествующих наступлению века Калли, эпохи, в которой мы живем сейчас. Эта эпоха началась около 5000 лет назад, в тот самый момент, когда Господь Кришна поведал Бхагавадгиту своему другу и почитателю Арджуне. Их беседа, представляющая собой один из величайших философских и религиозных диалогов в истории человечества, состоялась перед началом первого сражения в Великой Братоубийственной войне. Между сотней сыновей Дритараштры, с одной стороны, и их двоюродными братьями Пандавами, сыновьями Панду, с другой стороны. Два брата Дритараштры и Панду принадлежали к династии Куру, основанной царем Бхаратой, который некогда правил всей землей. От его имени возникло название Махабхарата – великая история потомков Бхараты. Поскольку Дритараштры, старший из двух братьев, родился слепым, царский трон, уготованный ему, перешел к младшему брату Панду. Случилось так, что Панду умер молодым, и его пятеро сыновей – Юдхиштхира, Пхима, Арджуна, Накула и Сахадела – остались на попечении Дритараштры, который после смерти брата временно занял престол. Поэтому сыновья Дритараштры и сыновья Панду росли и воспитывались вместе при царском дворе, и тех и других обучал военному искусству многоопытный дрона и наставлял почитаемый всеми старшинами клана Дед Пхишма. Однако сыновья Дритараштры, в особенности старший из них Дурятхана, ненавидел пандавов и завидовал им, а слепой и слабовольный Дритараштры хотел, чтобы его собственные дети, а не сыновья Панду, унаследовали царский престол. Тогда Дурятхана с согласием Дритараштры замыслил убить юных сыновей Панду, и только благодаря покровительству дяди Видуры и защите их двоюродного брата Господа Шри Кришны, ни одно из покушений на жизнь пандавов не увенчалось успехом. Господь Кришна был не обыкновенным человеком, а самим Верховным Господом, который воплотился на земле в образе царевича одного из царских родов того времени. Играя роль царевича рода Яду, он приходился племянником, жене Панду Кунти или Притхи, матери братьев Пандау. Поэтому и как родственник, и как вечный защитник религии, Кришна покровительствовал добродетельным сыновьям Панду и всегда их защищал. В конце концов, коварный Дурьядхана вынудил Пандау сыграть партию в кости. Во время рокового поединка Дурьядхана и его братья выиграли Драупаде, добродетельную и верную жену Пандау. И издеваясь над ней, попытались раздеть ее на глазах у всех собравшихся царей и царевичей. Благодаря божественному заступничеству Кришны Драупаде была спасена. Однако Кауравы, введя нечестную игру, обманом лишили пандавов царства и вынудили их провести 13 лет в изгнании. Возвратившись из ссылки, пандавы потребовали у Дурьядханы вернуть по праву принадлежащее им царство, но тот наотрез отказался. Будучи кшатриями, пандавы должны были править и таким образом служить обществу. Поэтому они сократили свои требования и попросили отдать им хотя бы пять деревень. Но Дурьядхана резко и дерзко ответил, что не уступит им клочка земли, куда можно было бы даже воткнуть иголку. До этого момента пандавы терпеливо сносили все оскорбления. Однако после такого отказа у них не оставалось другого выхода, кроме войны. И тем не менее, когда все цари мира разделились, встав на сторону сыновей Дритараштры или примкнув к пандавам, Шри Кришна сам выступил в роли посланника пандавов и отправился ко двору Дритараштры с миссией мира. Однако его призывы не были услышаны и тогда окончательно стало ясно, что войны не избежать. Добродетельные и благочестивые пандавы, в отличие от сыновей Дритараштры, признавали Кришну верховной личностью Бога. И все же Кришна согласился участвовать в битве, считаясь желанием каждой из враждующих сторон. Он предложил обеим сторонам выбор. Будучи Богом, он не станет сражаться лично, но противники по желанию могут получить либо армию Кришны, либо его самого в качестве советника и помощника. Дурьяхана, которого считали хорошим политиком, с радостью выбрал армию Кришны, а пандавы столь же уверенно выбрали самого Шри Кришна. Так Кришна стал колесничем Арджуны и взял в свои руки бразды легендарной колесницы великого лучника. Это подводит нас к тому моменту, с которому начинается Бхагавадгита. Две армии стоят друг против друга, готовые к сражению. И Дритараштра с волнением вопрошает своего секретаря Санджаю. Что они сделали? Что они стали делать, собравшись на поле боя? Итак, участники событий расставлены по местам. Нам осталось сказать лишь несколько слов о настоящем переводе Гиты и комментарии к нему. До сих пор все переводчики Бхагавадгиты на английский действовали по одной схеме. Они отодвигали в сторону Кришны, освобождая место для изображения собственных взглядов и философских представлений. Содержание Махабхараты было принято считать набором увлекательных мифов о Кришне. И Кришна был в глазах толкователей Бхагавадгиты вымышленной фигурой, литературным приемом для изложения идей некого безымянного гения, или в лучшем случае второстепенным историческим персонажем. Однако личность Кришны является одновременно целью и смыслом Бхагавадгиты, если судить по тому, что говорит сама Бхагавадгита. Поэтому данный перевод, равно как и сопровождающий его комментарий, ставит своей целью привести читателя к Кришне, а не увести его в сторону. Этим Бхагавадгита, как она есть, отличается от всех прочих предложенных переводов Бхагавадгиты. Уникальным в данном издании является также и то, что такой подход делает Бхагавадгиту до конца последовательным и понятным произведением. Всего за несколько лет с момента выхода в свет перевода и первого издания Бхагавадгиты, как она есть, стало наиболее популярным переводом Гиты и получило широкое признание, поскольку Кришна является и рассказчиком Гиты, и ее конечной целью. Бхагавадгита, как она есть, бесспорно представляет эту великую книгу мудрости в истинном свете. Итак, я думаю, вы прочитаете предисловие самого Шива Бхагавадгита, здесь есть. Бхагавадгита пишет. Первоначально я написал Бхагавадгиту, как она есть в том виде, в котором она публиковалась сейчас. Когда книга издалась первый раз, рукопись, к сожалению, была сокращена до 400 страниц и напечатана без иллюстрации и без комментариев большинству стихов. Шримад Бхагавадгита во всех остальных своих книгах Шримад Бхагавад, Амшри Иши Панишат и других я следовал одной и той же схеме. Привожу оригинальный текст на санскрите, даю его английский транскрипцию, пословный перевод с санскрита на английский, затем следует перевод стиха и комментарий к нему. Это придает изложению авторитетность и научность и делает очевидным смысл каждого стиха. Итак, Бхагавадгита начинается с введения, где читается... где читаются мантры, говорится, перед тем, как читать Священное Писание, нужно выказать ему почтение. Почему? Потому что существует метафизика Писания. Если вы знаете, что в каждом объекте существует определенный вид энергии, в каждом объекте, как в этом соке, в нем есть определенная энергетика, также в этом микрофоне есть определенная энергетика и здесь. И в чем же суть Священных Писаний? Говорится, что атрибуты Господа не отличны от Него самого. Таким образом, здесь описывается диалог Кришны. Между диалогом Кришны и самим Кришной, самим Богом, нет никакой разницы, говорится. Между тем, что говорит Бог, и самим Богом нет разницы. Между Его атрибутами, между Его окружением. Все это называется философией Ачинти Пхеда Пхеда Таттва. Непостижимое единство и различие. И поэтому к шастрам относятся как к живым существам. Говорится, если вы не выказали почтение шастре, то шастра никогда не раскроет вам свой спец, даже если вы будете мечтать. Поэтому, говорится, человек должен служить шастре, прославляя их, и он должен относиться к ним как к личности. Поскольку шастра не отлична от самого Господа. Как, допустим, если я напишу что-то на письме, и кто-то будет плохо относиться к этому, то я буду принимать это, что к кому плохо относится. К кому. Но если кто-то будет очень хорошо относиться к тому, что я создал, какое-то произведение, я буду выносить. Значит, и ко мне хорошо относится. Таким образом, это показывается почтение. И в первую очередь произносится этот стих или эта манта, который звучит «Омнамо бхагаватеевасудайвая». Три раза. Далее начинается бхагаватгита с молитвы. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Когда же Шриларупа Госвами Прабхупада, который начал в материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа Читани, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных столб. Я в глубоком почтении преподаю к лотосным стопам своего духовного учителя и к стопам всех ваишнавок. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шрилой Рупой Госвами и его старшим братом Санатами Госвами, а также Рагунатой Дасом и Ракунатхой Батой Госвами, Гупала Батой и Шрилой Дживой Госвами. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Шри Кришной Читани и Господом Нитянандой, а также Адвайта Ачаре, Гададхара, Шри Васу и другими спутниками Господа Читани. Я в глубоком почтении преподаю к стопам Шри Мати Радхарани, Шри Кришны и почтительно склоняюсь перед всеми гопи во главе со Шри Лолитой и Вишакой. О Кришна, Ты друг всех страждущих и источник творения. Ты победитель гопи и возлюбленный Радхарани. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавыми слугами Господа. Подобные деревьям желания, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к вашим душам. Шри Кришна, Чайтанне, Прабунитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Ваша, Дигаура, Бактавринда. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Кришной и Чайтанне, Прабунитянандой, Шри Адвайты, Гададхарой, Шри Васой и всеми остальными последователями Господа. Ари Кришна, Ари Кришна, 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 Ари Рама, Ари Рама, Рама Рама, Ари Раи. О всерадующий и всепривлекающий Господь, О внутренняя энергия наслаждения Господа, займи меня чистым преданным служением себе. Я бы рекомендовал вам прочитать введение. Сейчас мы будем читать введение. Начнем с двух стихов. Но введение очень важно. Очень важно. Я бы хотел, чтобы, поскольку у вас есть вот сих благоденцев, прочитайте введение, очень внимательно прочитайте. Потому что по одному введению курс обычно на месяц рассчитан. То есть в месяц по несколько часов только введение звучит. Я бы рекомендовал вам прочитать введение. Сейчас мы будем читать введение. Начнем с двух стихов. Но введение очень важно для понимания. Очень важно. Я бы хотел, чтобы, поскольку у вас есть вот сих благоденцев, прочитайте введение. Очень внимательно прочитайте. Потому что по одному введению курс обычно на месяц рассчитан. То есть в месяц по несколько часов только введение звучит. Очень много ссылок на Священное Писание. Введение цепь духовных учителей. Бхагавадгита, как она есть, пришла к нам по цепи духовных учителей, в которую входят. Это ачарии, перечислено. Только ачарии, которые непосредственно являлись носителями смысла и духа Бхагавадгиты. Итак, Кришна поведаю. Первый идет Кришна, второй Брама, Нарада, Вьяса, Мадхва, Падманабха, Нри Хари, Мадхва Ачали, Акшокья, Джая Тиртха, Генасиндху, Тая Никхи, Видья Никхи, Раджендра, Джая Тхарма, Пурушоттама, Брахмания Тиртха, Вьяса Тиртха, Лакшми Пати, Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Нитянанда Адвайта. Господь Чайтани Махапрабху, Рупа, Сварупа Санатана, Ракхуната Джива, Кришна Дас, Наратама Даса Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Баладева Видья Бушина Джаганатха, Бхакти Винода Тхакур, Гавра Кишора Даса Бабаджи, Бхакти Ситанта Сарасвати Тхакур, И Аче Бхакти Винода Свами Уплали. Вы знаете, да? Аче что такое? Абхайчаран. Итак, первая глава Бхагаладгиты называется в русском варианте «Обзор армии на поле битвы Курупшетра». «Обзор армии на поле битвы Курупшетра». В санскритском варианте она называется «Йога смятения Арджуна». Санскритский вариант «Йога смятения Арджуна». И сразу возникает вопрос, почему же она в русском варианте или еще смятения переводит как и переводит страдания, йога страдания Арджуны, йога сокрушения Арджуны. В русском варианте называется «Обзор армии на поле битвы Курупшетра». И для человека может показаться какое-то противоречие. Почему же ее не назвали «Йога печаль» или «Йога страдания Арджуны», или «Йога сокрушения Арджуны», что более близко к санскритскому варианту. Но на самом деле в этой главе описывается «Обзор на поле битвы Курупшетра». И поэтому Бхагаладгита как бы скрывает эту тему внутри самих комментариев. В самих комментариях высвечивается эта тема «Йога сокрушения Арджуны». Йога сокрушения. И Бхагаладгита переводит это как «Йога сокрушения». Иногда Бхагаладгита говорит «Йога печали Арджуны». Иногда он говорит «Йога сокрушения Арджуны». Йога, то есть что связало Арджуну так сильно с Кришной? Вот это смятение, которое произошло в результате того, что ему приходится сражаться против своих близких. И это страдание привело Арджуну к Кришне. Именно это смятение, страдание, это непонимание, эта боль, она связала Арджуну с Кришной. Поэтому в санскритском варианте передается этот внутренний символизм Арджуны. Йога, смятение или сокрушение Арджуны. Итак, первый текст, первый текст, первая глава. Перевод. Дритараштра спросил «О, Санжая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, они собрались в месте паломничества на поле Курукшетры?» Дритараштра спросил «О, Санжая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались в месте паломничества на поле Курукшетры?» Ишил Пруппада пишет комментарий, мы прочитаем комментарий, потом он очень рассказывает. «Бхагавадгита» — это популярное богословское произведение, суть которого изложена в «Гитамахатмия» — «Прославление Бхагавадгиты». Там, в частности, говорится, что изучать Бхагавадгиту нужно очень внимательно с помощью человека, преданного Шри Кришне. В попытках понять ее смысл, очень важно избегать предвзятых толкований, продиктованных корыстными мотивами. Пример того, как следует понимать Бхагавадгиту, мы находим в самой Гите, так, как понял ее Арджуна, который услышал это произведение из уст самого Господа. Если человеку посчастливится услышать Бхагавадгиту от истинного представителя Господа и понять ее не предвзято, так, как понял ее Арджуна, можно считать, что он постиг всю мудрость, заключенную в ведах и других священных писаниях всего мира. В Бхагавадгите читатель найдет все, что содержится в иных писаниях, а также то, чего нет ни в одном другом произведении. В этом уникальность Бхагавадгиты. Она представляет собой совершенное теистическое учение, ибо ее поведал сам Господь Шри Кришна, верховная личность Бога. Беседа Дритараштры и Санджаи, приведенная в Махабхарате, составляет канву этого великого философского произведения. Как известно, Бхагавадгитой была поведана на поле битвы Крукшетри, которая с незапамятных времен, со времен ведической цивилизации, почитается местом паломничества. Ее рассказал сам Господь, когда Он пришел на нашу планету, чтобы указать людям путь к постижению истины. В этом стихе ключевым является слово «дхармакшетра» – место, где совершаются религиозные обряды. Так как в битве на Крукшетри Верховный Господь принял сторону Арджуны, Дритараштра, отец Кауравов, глубоко сомневался в том, что его сыновья и его сыновьям удастся одержать победу в предстоящем сражении. Эти сомнения заставили его обратиться к своему министру Санджаи с вопросом, что они стали делать. Он прекрасно знал, что его сыновья и сыновья его младшего брата Панду собрались на Крукшетри, чтобы вступить в бой. И тем не менее, его вопрос не лишен смысла. Он не хотел, чтобы двоюродные братья заключили перемирие, но в то же время беспокоился за судьбу своих сыновей из-за их сражения. Поскольку полем сражения выбрали Крукшетру, место, которое, согласно ведам, является святым даже для небожителей, Дритараштра боялся, что святое место может повлиять на исход битвы. Он прекрасно понимал, что это влияние будет помогать Арджуне и сыновьям Панду, так как все они были праведны от рождения. Санджаи был учеником Вьясадевы, и по милости Вьясы, даже находясь в покоях Дритараштра, мог видеть все, что происходит на поле битвы Крукшетра. Поэтому Дритараштра спросил его о том, что делают на месте сражения. Сыновья Панду и сыновья Дритараштры принадлежали к одному роду, но вопрос Дритараштры выдает его отношение к племянникам. Он умышленно причисляет к роду Куру только своих сыновей, тем самым лишая сыновей Панду их наследственных прав. Это свидетельствует о нелюбви Дритараштры к сыновьям Панду. Итак, с самого начала повествования становится ясно, что на священном поле Курукшетры, где находится сам отец религии Шри Кришна, будут словно на рисовом поле во время прополки вырваны все сорняки сын Дритараштры Дурьядхана и другие его приспешники. И что победу по воле Господа одержат истинно правы и праведные люди во главе с Юдхиштхирой, таков смысл слова Дхармакшетре Курукшетре, помимо их значения в контексте ведической культуры и истории. Итак, Дритараштра, старший брат Панду, временно занял престол, царский престол. И все это было связано с тем, что царь не должен был быть калекой. По всем установкам ведическим, царь не имеет права управлять, если он калекой. Если у него даже палец какой-то неправильно сросшийся, или где-то на ноге что-то не так, он не имеет права занять престол. Это говорит о том, что у него существует что? Карма, греховная карма. Называется Душкритотха. И любой изъян в теле говорит о том, что человек греховен. Поэтому тело, когда оно совершенное во всех отношениях, указывает на то, что у человека хорошая карма. То есть царь должен быть полностью здоров, внешне и внутренне. Также его ум и настроение должно быть определенным образом развито. Поэтому браманы строго следят и следили за тем, чтобы цари были полноценными людьми. И поэтому, несомненно, поскольку Дритараштра родился слепым от рождения, он был слепым от рождения, то путь на престол автоматически был ему что? Закрыт. Хотя он был старшим. Говорится, что править должен старший сын. И мы видим, как у пандавов старшим был Юдхиштхиром. Юдхиштхиром был полностью физически и внутренне, абсолютным, полноценным человеком. И был праведным человеком. То есть внутренне он был праведным и физически был абсолютно нормальным. Поэтому трон должен был передаться Дритараштра Юдхиштхире, старшему брату пандаву. Но поскольку панду умер, и существует история Махафарати, как произошло, что панду умер? Раз панду пошел на охоту, на охоту. И он увидел оленей. Он увидел рога оленей. Раньше олени в прошлую эпоху были людоедами. Все олени были людоедами. Все. Не было такой группы оленей, которые не людоеды. И олени нападали на деревня, нападали на людей сами, первыми нападами. Поэтому мы можем найти в разных описаниях, что кшатрии убивали оленей. И они ходили охотиться на оленей и на хищных животных, на тигров. Поскольку эти тигры были еще саблезубые в то время. И они также приносили большие беспокойства. Граждане нападали на деревни, население, на путников и так далее. И задача кшатриев была избавить людей от агрессоров. Говорится, агрессоры должны быть уничтожены. Поэтому кшатриям позволялось охотиться на тигров и на оленей. Но, поскольку ведическая культура имеет очень важный аспект, это экологический баланс, разрешалось убивать не более определенного числа оленей. То есть браманы четко знали, сколько единиц особей осталось в данном лесу или в данной местности. Тигров и оленей. И вы знаете, что в природе существует баланс. Если вы что-то даже неприятное уничтожаете, змеи там, то нарушается баланс. Поскольку все живые существа, вся флора и фауна между собой... И разрешалось уничтожать только, когда баланс был нарушен. То есть переизбыток каких-то определенных живых существ. И браманы, зная эту науку, строго поддерживали баланс в природе. И кшатриям разрешалось убивать определенное энное количество оленей и тигров. Поскольку львы меньше нападали, львы больше занимались животными. Но тигры и олени особенно беспокоили людей. И панду пошел один раз на охоту, и он увидел оленя. Оленя в кустах. И он выстрелил. И попал в этого оленя. Но когда он подошел ближе, была очень удивительная картина. Он застрелил брамана, который прошел Гарбхатхана Самскару и Шукра Самскару. Должен был зачать благочестивую сыну. И он застрелил брамана в момент того, когда он лег на свою жену, чтобы вступить с ним в половую машину. Они подготовились, специально выбрали это место. Это было самое благоприятное место, очень красивое место. Оно было астрологически очень благоприятное. И панду нечаянно, по ошибке, он ее перепутал. Он увидел какую-то часть и решил, что это олень. И выстрелил. И попал. И нанес смертельное ранение. И браман проклял его. И он сказал, ты так же будешь убит, если вступишь в половые отношения. Как только ты решишь вступить в половые отношения, ты сразу будешь убит. Я проклинаю тебя. Таков закон кармы. Как вы сделали другому. Так произвел с вами. И панду знал об этом проклятии. Слово панду переводится как бледный. Панду означает бледный. Если вы помните, когда их зачинали, я рассказывал вам. Вы помните, в прошлом году я рассказывал, как зачинали панду. Почему он был бледный, панду, и почему Дритарастра был слепой. Вы не помните. И панду, и Дритарастра были сыновьями Вьясадевы. Есть история. В Вьясадеве был брат. И у этого брата было три жены. И брат умер от сильной болезни. От очень сильной болезни. И тогда мать Вьясадевы, которая жила с братом, с его родным братом, имела благословление Вьясадевы, поскольку он был в Брахмачаре. И он уже вел отреченный образ жизни, жил. Он медитировал. И это было уже после того, как Вьясадева записал Веду. И Вьясадева принимал учеников, кто он уже. Он был гуру. У него было несколько учеников, которым он передал Веду. Если вы помните, я вам рассказываю этих учеников. Их имена называют. И одним из учеников был также Санджая. Санджая. Очень хороший ученик был. Очень близкий ученик. И Вьясадева на него проливал особую милость. И мы видим, как Санджае было суждено поведать Бхагавадгиту Гритараштру. И мы слышим эту Бхагавадгиту через посредство Санджая. Через посредство Санджая. И Санджая настолько смиренен, что никто не вспоминает его. Вот такие таковы качества истинного представителя. Он настолько смиренен был, что мы читаем Бхагавадгиту и никогда не вспоминаем о Санджая. Арджуна, Кришна, все присутствуют. Мы о всех о них думаем. Дурья Тхана, Пхи. Но мы никогда не помним о Санджая. Это говорит о том, что Санджая настолько смиренен, что он так поведал, что его личность даже никак не выделяется. Никак не. И многие люди даже не знают, кто был такой Санджая. Историю Санджая не знают, почему Санджая стал рассказывать. Они даже не задают такие вопросы. Они просто принимают и все. Весь этот диалог оба трактора. Итак, когда брат Виасадевы умер, прекратилась династия. Прекратилась династия Куру. И это очень неблагоприятно. И мать Виасадевы имела благословление Виасадевы, поскольку Виасадевы был великим отшельником, но он родился от смешанного брака к шатрине и брамана. Рошара Муни был его отцом. Мудрица. А дочь была, вернее, мать его, она была к шатрине. Это был такой удивительный брак между к шатрине и браманом. И поэтому Виасадевы имел качество брамана, а его брат имел качество к шатрии. А его брат имел качество к шатрии. И брат стал царем. И умер от суровой болезни, не успев произвести на свет потомство. И родословная должна была развалиться, поскольку Виасадев дал обет безбрачия. Это было время, когда он уже был безбрачным. И он дал одно благословление своей матери, что если она произнесет его имя в определенном словосочетании, мантру определенную, пранама, мантру свою, то он тут же перед ней появится благодаря своим мистическим способностям. Эта мистическая способность называется сейчас в современном мире телепортацией. Он мог телепортироваться. То есть он мог мгновенно появиться на любом расстоянии за миллионы километров. Мгновенно. Знаете, что такое телепортация? Мгновенное перемещение объекта в другую точку. На любом расстоянии, мгновенно. За считанную секунду. И раз, и вы уже за миллион километров там стоите перед кем-то. И он дал такое благословление своей матери. И мать стала думать, как же ей не дать остановиться родословной Куру. И нужны были дети. И она подумала, я должна попросить своего сына, Ясадеру, чтобы он чтобы он мог зачать в женах своего брата детей. Но она сомневалась. Она думала, поскольку он такой великий подвижник, наверняка он откажется. Поскольку он дал обед безбрачия. И она произнесла пранама мантру. И в ясо перед ней появился. И она его не узнала. Он был весь грязный. От него вонял, от все страшности. Потому что он совершал подвижнические подвиги. От него так пахло, ужасно просто. Говорится, все муравьи, мухи, все комары и разлетались в сторону. Так воняло от веса дэв. Поскольку он уже не мылся очень много времени. Поскольку сидел в медитации, медитировал. Кришна. Он был весь обросший. У него были огромные ногти грязные. Ноги грязные. Он был весь грязный. Грязью покрыт. Еще, когда садятся медитировать, намазывают себя навозом. Потом есть определенный вид кала. одного животного. Почему на оленей шкуре сидят? Потому что оленя шкура выделяет определенный вид запаха, который отгоняет муравьев и насекомых. Таким образом, если вы садитесь на оленю шкуру или на тигровую шкуру, вас не беспокоит. Ни комары, никто. Но в ясо он так вонял, что даже и оленей шкуры не надо было. Он ужасно пахнул. И когда мать его увидела, говорится, что мать даже не стала его обнимать. Глаза даже за слезами. Розило так страшно. Я сказал, сынок, как хорошо, что ты появился. Я сказал, мама, я рад тебе служить. Что случилось? Почему ты меня позвала? И она сказала, вот так произошло. Он сказал, я знаю, печально. Наш рот останавливается. Я не могу, ты же понимаешь, я сейчас медитирую, я храню семя. Ух, творец, я поднимаю семя в мозг. Это необходимо для йоги. Тогда мать сказала, я приказываю тебе. Я приказываю тебе. В ведическом обществе мать имела право приказать. И когда мать говорила, я приказываю, никто не имел права ослушаться. Потому что отца уже не было. Говорится, когда нету отца, отец уже покинул семью. Говорится, когда отец принимает саньясу, то жена становится кем? Вдовой. Вдовой. И никто не имеет права уже упоминать отца или что-то там, обращаться к нему. Все. Вы для него уже никто. И так, Парашара-мой ушел от семейных дел и отправился в Гималайю. И считался, что он как мертвый. И мать приняла какую-то определенную часть обязанностей. И поскольку это были ее дети, она сказала, сын мой, я тебе приказываю. Сначала она просила, объясняла ему, что родословное становится, это неблагоприятно и так далее. И я сказал, не-не-не-не, даже не проси, ты что? Ты что? Ясно, очень могущественная личность. И он даже о каких-то половых отношениях. Как я ему на чаре описывается, в комментариях. Когда я думаю о половой близости с женщиной, я кривлю рот и сплевываю. Только одна мысль о половой близости с женщиной, мой рот кривится и я сплевываю. Любая близость, только не половая. То есть люди, которые понимают пагубность сексуального жизни. Великие мудрости. Ивьяса сказал, ты что, ты что, мама? И мать сказала, я тебе приказываю. Ивьяса сразу, поскольку он сам описал веды и все эти законы, он попал. Он попал. Ивьяса сказал, ну хорошо, если ты приказываешь, я обязан подчиниться. Таковы законы. Кришна будет недоволен, если узнает, что я не подчинился законам. Я подчиняюсь, дорогая мать. Скажи, что я должен сделать. И она сказала, ты должен зачать. Каждый из жен своего брата ты должен зачать по благочестивому сыну. И я сказал, о, мой Бог. И она сказал, хорошо, мама, только ради тебя и ради продолжения родословной я согласен. Мать так обрадовалась, и она побежала к этим женам. И она сказала, там пришел старший брат вашего мужа, усопшего, и вы должны по законам ведическим, вы должны отдаться ему, чтобы он мог зачать вас благочестивых сыновей, чтобы продолжить нашу родословную. Дайте мне слово. И все три женщины дали слово матери. Они не имели права по-другому действовать. И они согласились. И естественно, в представлениях женщин, поскольку их муж был очень высок, могуч плечами, красив, говорится, он был красив, как полная луна, как солнце, как восход солнца он был красив, он был могущественен. Говорится, тембр его голоса, что женщины испытывали сразу сексуальное желание к нему, когда он просто открывал рот и говорил, женщины начинали к нему тянуться. И поскольку они думали, что этот брат нашего мужа сразу еще, значит, он еще красивее, мы еще слышали, что он великий мудрец, и что-то такое красивое возникло перед ними. И первая жена стала готовиться, ее омыли, маслами натерли, есть в Камасутре описывается, как она одела прекрасные, красивые одежды, которые были слегка сексуальны. они дождались благоприятного дня, они еще не видели его сюда. Исидеву опять ушел в Гималайю, он сказал, мать, и как будет все готово, произноси мантру, я приду, сделаю, и обратно, и обратно, в горы. И Бьяса стал ждать, когда его мать перезовет. И когда все было готово, мать подготовила прекрасную комнату, есть целая наука, как это делается, там описывается, как ее натерли, какими маслами, какими цветами, украсили жилье, постель, какая была все, музыка звучала издалека, фрукты были, горели свечи, и она сидела на кровати. Мать зашла, и я сказала, ну что, готова? Ага, я очень волнуюсь, мама, сказал, не волнуйся, он великая личность, она закрыла глаза и представила, и она сказала, я готова, и мать, амбл, 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 нападая, кришна, прислая, буталейш, и мать, и бьясадэва, петинаминэ, и бьясадэва появился, перед комнатой, и мать сказала, тихо, Рома, успокойся, что-то опять возбуждаешься, и она сказала, ну ты готов, ну ты хоть бы вымылся, а он сказал, нет, я не могу, почему, обед, я сказала, что такое, вроде цветами пахло, пахло, камфорой пахло, какими-то ароматическими маслами, духами, фруктами, и тут такой ужасный запах, будто, какой-то труп какой-то появился, и она такая вся, ничего понять не смогла, что такое, и вьясадэва подошел, и этот запах подходил ближе и ближе, и она так глаза опустила, и прям этот запах был неносимый, ну что такое, у кого, может он вдруг принес с собой, она знала, что он к ней подходил, и она подняла глаза, и когда увидела его, это было ужасно, была ужасная картина, и она от ужаса зажмурилась, и она не могла открыть глаза, она зажмурилась, и так осталась сидеть, это вонь, и вьясадэва подошел, обнял ее и сказал, я вьясадэва, брат твоего мужа, мне сказала мать, это сделай, и он стал как бы оправдываться, ужасный запах изо рта, ужасный запах от тела, он еще грязный, ногтями, она чувствовала, какие-то когти, и она просто зажмурилась, она боялась даже взглянуть на него, нос, все, это было ужасное зрелище, он был худой, как скелет, никаких огромных плеч, ничего, на ногах были такие, и он когда шел, и он, когда шел, женок не стукались, а пол, он сел с ней, и она вообще вылезла, но поскольку она дала слово, пришлось вступить в половые отношения, и она все время с зажмуренными глазами лежала, и думала при себе, не видели бы мои глаза, а горе, но ради продолжения рода, я должна это сделать, и он зачал с ума, и она сомневалась, в этот момент, жена, эта женщина, она очень сильно сомневалась, отдаваться или не отдаваться, долг это ее, или не долг, в этих сомнениях, с зажмуренными глазами, с желанием не видеть ничего, что происходит, она отдалась весной, это было ужасно для женщины, и Весадевы дал ей свое семя, семя великого мудреца, и она понесла сына, и этот сын был кто? Дритараштра, почему он был слепым? Потому что мать во время полового акта зажмурила глаза и думала, глаза вы мои не видели, и говорится, что это состояние, оно передается на плод, это состояние передалось на плод, это сомнение между долгом и желаниями собственными, и желание не видеть, великого мудреца, великих мудрецов, это передалось на ребенка, и ребенок родился, он был весь в сомнении всегда, дритараштра, и он был слепым, какова история появления дритараштра, вторая жена, тоже должна была, и первая уже ей наговорила, ой ужас, сказала ты, что тебя так ждет, ой кошмар, от него прет на три версты, у него когти, как у орла, ну спокойно, Робка, ну спокойно, ты че, прям не можешь, не поддающиеся контролю чувства, язык прям, а да, а да, а да, как же ты будешь контролировать гениталии, контроль языка, тот, кто не контролирует язык, не может контролировать ничего, поэтому говорится в шастрах, что в первую очередь, самый необузданный орган тела, это язык, когда человек берет под контроль свой язык, тогда он может взять под контроль весь мир, как же ты будешь контролировать, жену, детей, весь мир, вынимайте, на, да, да, и так, вторая жена, пришла, села, и она вся уже в напряжении, поскольку первая ей рассказала, и она вся в напряге сидела, и мать вышла, трах тебе дох, опять прочитала про наму, и в ясаде, появился, и он, где, вторая, вот здесь, и он говорит, о боже мой, мне так неудобно, потому что первая лежала, все время зажмурившаяся, такая вся скованная, а что, сынок, ты обещал, давай, вперед, а что, долг, он настроился, зашел, не ожидал, что она там, полюбит его, или что-то, опять понимал, что, и когда она его увидела, она побледнела, когда она увидела, она побледнела, она даже не ожидала, первая жена, даже лучше о нем рассказала, но когда она увидела, собственными глазами, я садю, она от ужаса побледнела, она была бледна вся стала, и во время полового акта, она вот так, вся бледная, белая была, и это также передалось на ребенка и ребенка назвали панду он родился абсолютно белым белоснежным бледный был абсолютно абсолютно бледно так появился панду и следующая жена амбика у этой жены была служанка и звали амбика и когда 2 рассказали и ты что угадать тебя что ждут и они стали жалеть о бедная тебе придется пройти через что через то что прошли мы и она и они вообще и запугали как зубные врачи и она стала думать может быть не надо и она решила перехитрить мать она переодела амбику в свои одежды свою служанку и сказала скажешь что ты это я закрыла я лицо вуаль и иди за ним и амбика сказал что надо будет делать ты должна будешь вступить в половые отношения с веса дэвы и амбика слышала столько много веса дэви что веса дэва великий мудрец и она была простой служанкой шудрянкой и она посчитала это за великую честь и она так вдохновилась что она сможет вступить половые отношения с самим веса дэвы тот кто записал виды самая великая личность на земле и она так ожидала и ей сказали но будь осторожна он воняет со страшной силы он весь оброшу но такие когти а как же он еще должен быть он же там аскеза совершает и шудрянка полностью осознавала положение весы и она села на кровать и стала ждать веса дэва думает одна зажмурилась другая бледная игрок я уже в другу боже мой ну все последний раз и все и уже больше никогда в жизни не буду с женщинами общаться только так сказать исключительно для исполнения долга он зашел и служанка встала к нему навстречу и в ней были счастливые глаза она взяла его за руку поклонилась ему сказал о великий в яс я так счастлива такой такая удача девяса так было он сказал ты посмотри на меня внимательный понюхай на славу лика что еще ждать великий запах мудреца который совершает аскезы что же я так счастлива и она так отдавалась веса дэви что веса дэва он потерялся она так отдалась веса дэви она такую любовь им дала веса дэви что веса дэва в жизни такого никогда не ощущал не видел и веса дэва был полностью ей доволен он сел на кровать после всего этого до утра и я служил и она так удовлетворила бьясу что я задал ей все свои благословления он сказал ты родишь великого преданного великого преданного я тебе даю за то что ты так не отдалась и понимаешь мое положение и амбика была счастлива после этого она была очень счастлива и она целовала веса дэв она обнимала вес давала ему свою любовь и в яс и прямо в восторге он сказал за то что ты не так отдалась я благословляю тебя в твоем лоне ты понесешь великого чистого преданного господа и ты прославишься во все времена тебя будут прославлять я тебе говорю татасту он брызнул водой так она получила богословление и она понесла третьего брата которого будут звать в итоге видура видура сам повелитель закона дхармы родился видура он воплощение ямараджа это то проклятие которое вам рассказывал когда один мудрец проклял его что ты родишься от шудрянки и так он родился от пьясы но у шудрянки у шудрянки это великий видура который везде в шримад бхагав там описывается в бхагавадгите видура великий дядя бандава видура великая личность чистый бредный господа один из махаджана один из 12 махаджан во вселенной такая исключительно и так появились три ребенка у старшей жены появился слепой дритарашка очень могущественные великой силы великого могучего телосложения но очень сомневающийся и слепой от рождения у второй жены родился банду бледный он также могущественно сильный но очень бледный говорится в его чертах лица улавливалось некое беспокойство испуг такие черты лица даже что он ничего не боялся но лицо было как будто он немножко испугал и бледно это мама передала это был так стать гены гены все с лицом чтобы такое выражение лица и он был очень красив поскольку все три жены были ослепительно красивыми девушки на земле и у амбики рождается видура ослепительно прекрасной красоты мальчик всеми любимый видура говорится видуру любили все абсолютно но кауравы узнав о том что он от амбики от служанки они его постоянно тыкали шудра хотя он жил с ними они все время его попрекали что ты-то на самом деле не из нашего рода ты шудра потому что твоя мать шудрянка какой же ты с одной стороны он был сыном веса дэбы с другой стороны он был сыном шудрянки и они постоянно вот тыкал когда он жил вместе в одно в роду и так панду когда ему исполнилось когда он достиг зрелости он не хотел жениться почему потому что в юности он убил этого брамана который вступал половые отношения со своей женой по всем правилам религии для зачатия благочетивых детей он нечаянно случайно убил его и был проклят и проклятие говорил о том что он умрет когда он попытается вступить в половые взаимоотношения тут же смерть его настигну поэтому он не хотел сохранив жить чтобы сохранить жизнь он не вступал по отношениям и у него было две жены все-таки его заставили жениться но жены были предупреждены что вы никогда не должны соблазнять ни в коем случае не должны соблазнить соблазнять своего мужа это было сказано жену и одну жену звали как кунтидой и вот панду всегда держался подальше от своих жен что нужно было жениться и в то же время он был проклят и тогда по совету мудрецов по совету мудрецов мудрецы посоветовали брамана что ты можешь упросить полубогов чтобы полубоги вместо тебя зачали детей у твоих жен вместо тебя шастрах это разрешено что полубоги имеют право зачинать детей уже уж он которые не могут получить ребенка от своего мужа и панду согласился и так пришел индра они слышали индра пуджу пришел бильдра а сначала пришел ямараджу они вызвали ямараджу ямараджа появился и панду склонился к его стопами сказал о великий полубог ямарадж повелитель дхармы закона пожалуйста зачинить сына плоне моей жены я прошу тебя поскольку я не могу этого сделать поскольку я проклят как только я вступлю в половые отношения тут же умру и ямарадж понимает что хорошо я сделал и он вступил в половые отношения с женой панду и зачатку кишки кишки является сыном потом позвал позвали следующего личность был позвали индру индра зачал арджуна потом позвали ваю бога ветра и был зачат тхима и вторая жена сказала почему все дети только тебе я тоже хочу ребенка я тоже хочу ребенка дай мне мантру который вызывает полубогов почему ты будешь счастлива и ты будешь иметь детей они и она сказал но только один раз и кунти думала что будет только один ребенок но вторая жена вызвала ашвини кумары швини кумары пришли изучали близнецов на кулу и сахадыру так у нее появилось два ребенка второй так появились на свет пять братьев пандавов старшими кишкира арджуна пхима накула и сахадыру и все ли были детьми полубогов но поскольку панду был их отцом с одной стороны были те кто зачали но воспитывать их стал панду и поскольку все это было сделано с разрешения панду то дети принадлежат по закону ману и по закону дхармы дети принадлежат тому кто попросил таким образом все они стали с сыновьями панду 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 приняли как своих детей и полубоги также приняли что панду и специально для панду зачали этих детей и они принадлежат панду поэтому их назвали панду дети панду царя панду и кунти стала воспитывать всех пятерых детей поскольку была старшей женой она стала воспитывать всех пятерых детей и младшая жена панду как-то захотела погулять с панду в лесу и она была очень красивая с любительной красивой также как и кунти и они стали разговаривать гулять возле фонтана постепенно продвигались в лес поскольку они были молодыми красивыми то младшая жена воспылала сильно 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 любовью панду вожделение и она стала забылась вожделение говорится но отключает разум до человека охватывает вожделение разум прекращает действует и она забыла об этом проклятие и стала соблазнять панду она была очень красивая она стала танцевать перед ним снимать одежды и панду не выдержал панду не выдержал и решил вступить на половые отношения то есть им тоже охватило вожделение панду и он забыл об этом проклятие когда вожделение охватывает память прекращает работать когда отключена память прекращает действовать разумность все что говорит человек бред все что делает он безумие и все к чему это приведет смерть так произошло с панду и служима они нашли прекрасное место на цветах он уложил свою супругу и лег на нее и как только он лег на нее шальная стрела пробила ему череп на сквозь и он замер шальная стрела неподалеку вначале тренировал своих учеников стрельбе из рук и одна стрела полетела мимо и эта стрела была роковой стрелой для панды так как и было предсказано этим браманом которого он убил проклятие сработало как только ты вступишь в половые отношения то есть не успеешь даже вступить захочешь вступить точно так же как только ты ляжешь с какой-то тут же будешь и тут же покинешь ты умрешь и стрела пробила прямо в височную кость и жена схватила одежды побежала в ужасе кричал убит убит все сбежали прибежала кунти с детьми и она детей сразу ну-ка отвернитесь потому что она жалов только раздетая голая была просто одежда закрывалась рассказал как это произошло что она помнила проклятие все браманы все подданные знали об этом проклятие раздетая в ужасе и все стали ее осуждать особенно кунти она сказала как ты могла ты же знала теперь из-за тебя дети лишены отца и мы лишились мужа и кунти очень сильно любит и младшая жена очень просто она не смогла контролировать свои чувства недостаток полной влагости и если вы помните ведические времена когда царь умирал то жены совершали какой вид жертвоприношения которое называется сад они входили в погребальный костер то есть делался огромный костер туда клали друг мужа царя чтобы сжечь и когда костер разгорался жена добровольно добровольно сама хотела в следующей жизни быть вместе со своим мужем если жена входит в костер на котором сжигают его мужа сама добровольно то они вместе перерождаются и опять становятся мужем и и поскольку они связаны так то все эти старые чувства все остаются и они вспоминают свою старую любовь все это сохраняется и жены иногда входили в костры своих мужей для того чтобы с ними опять вместе по закону кармы они вместе с ними оставались если муж отправлялся на райскую планету то там они встречались они узнавали друг друга все чувства свои помню и поэтому женщины знаете это физические и кунти решила войти костер что она безумно любила панду и она забыла о детях и когда панду костре стали сжигать кунти бросилась костру и брамана ее остановили преградили путь брамы они сказали нет ты должна позаботиться о детях свою истинную любовь ты проявишь в том что ты позаботишься о детях и младшая жена пока я разговариваю с кунти младшая жена обошла незаметно и бросилась костер незаметно и так она с панду связалась наличие и она выкрикнула поскольку я убила его я должна дойти в костер и когда все повернулись чтобы остановить она уже так она отправилась вместе со своим мужем на райский дом эта история как раз о том как панду почему дети остались в безоцена так времени без 15 6 до 6 сегодня лекция может быть есть вопросы какие-то дальше продолжим рассказывать когда у нас следующий занятий понедельник а завтра у меня у новеньких помочь а завтра суббота сегодня пятница вот елки я все же все сбилось я в понедельник докончу все эти столь царь должен был быть обязательно женат и очень узкий круг людей то есть только близкие люди знали о проклятии поскольку если бы граждане знали о проклятии началось бы волнение началось волнение ведура не мог стать царем почему он был сыном служанки с одной стороны он был как бы язык компании но из-за того что он был сыном служанки он не мог стать царем дритараштра был слепой это тем более было строго запрещено изъяну физически поэтому все было нормально джедуне а в 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 и когда царь без жены общество начиналось значит не будет того наследника и поэтому браманы они обсуждали эту тему и они решили что вам должен иметь жен во-первых для того чтобы государство был покой когда панду женился все успокоились что все люди не знали только знали браманы и близкие и у браманов был такой план во-первых он женится на двух женщинах самых красивых и они спланируют что в определенный момент они говорят панду что панду совершил поклонение полубогам попросил богов чтобы они заняли за череп место не было это был план брамы это была тайна я тебе не буду надеяться вопрос никого не надо это просто лишилась милости вязать амбика получила такие подоснования и амбика пошла в шриман бхагал как великая личность которая осознавала такой авторитет ясно она осознавала то есть она к телу дорога она понимала качество хотя она была шутлянка такая возвышенная что она смогла осознать такую минус смогла так отдаться и смогла восхищаться качественными что даже приводит как он пахнул то есть так получилось что амбика в своем положении шутерянки как бы больше оценивает но зашел такой весь похоже на привидение нет не случайно это было проклять как бы ну естественно как бы как бы случайно на самом деле все знали что проклятие это было не случайно все было что до ученики просто стреляли они открыли беспорядочную стрельбу они нет конечно это убийство по неосторожности во время тренировок военных это нормально это вот как вы занимаетесь боксом и вам нос разбили будет тот человек нести реакции который вам нос разбил нет потому что вы на тренировке и так должны разбить вам нос бровь разбить ракаут вас отправить челюсть свернуть на бок это нормально также эти военные люди это было нормально для военных просто жена она нашла и в итоге это были игры кришна кришна так все устраивал потому что должна была совершиться это война вы же помните предысторию мы также будем ее обсуждать когда сразились полубоги с демонами на вы высших сферах на виманах питательным то есть на всех этих флот был и у демонов вот все эти тарелки огромные корабли эти три пурари трехъярусные материнские корабли и там маленькие виманы по миллион огромная это была армада целость по со стороны полубогов эти виманы такого как бы они больше похожи на птиц на разных я не золото и драгоценных камней прямо а виманы демонов все из железа из разных разного металла такого металлические и они сразились и демоны потерпели поражение там большая звездная война была современным языком большая битва и демоны были отправлены на билосварги то есть на свои планеты изгнали и демоны всегда хотят завоевать господство в селе если бы они победили то все здесь везде процедал бы асурабхарма демоническая философия то есть эгоцентрический и прекратились бюджетного приношения лишь прекратились вы жертвоприношения полу бога и демоны берут под контроль силы природы начиная что эксплуатируются все живые существа и все ресурсы таково положение демонов они просто эксплуатируют полубоги же не эксплуатирует полубоги что бы пытаются улучшить жизнь людей сами думают о других пытаются возвысить их дать ему знание и так далее. Демоны нет, они просто эксплуатируют. И демоны проиграли, и они попали на низшие, вернулись на низшие планеты, и они задумали следующий план, разработали, что они должны были войти в тонких телах, в беременных царицах. И они стали создавать тонкую структуру тела при помощи генной инженерии. Они создали тонкие тела, запрограммировали, сделали все. И вошли в беременных царицах. Вошли во всех беременных царицах. И они появились как царские отпрыски, демоны. То есть тела их были похожие на те, но внутри этих тел находились демоны. В тонком теле они проникли, вытеснили тех живых существ, и завоевали тела эти. И так появился Дурятхана, там все эти, Шакуня, там, и так далее. И появились. Когда демоны появились, то первое показатель демонической цивилизации это гонка вооружения. Они стали накапливать очень много времени сил. практически люди прекратили совершать жертвоприношения. Они стали говорить, что жертвоприношение необязательно, делайте жертвоприношение нам, во имя нас, во имя когда Богиня Пхуми прибежала полная слез к Кришне. Она стала вызывать Кришне. Но Кришне не отвечал. Тогда она стала просить через Брама, через Брама, и все полубоги собрались, и они сказали, что такое безобразие. Земля вся заполнена землями, и они царями стали, с земли, остановлены жертвоприношения. А все, что мы на земле совершаем жертвоприношение, полубоги становятся сильнее от этого. Если здесь прекращают совершать, поэтому называются Дхармакшетра. Курукшетре, Дхармакшетре, Курукшетре. Дхармакшетра – поле для совершения жертвоприношения – земля. Люди дают силу полубогам. И также люди, когда они прекращают действовать и начинают действовать гадко, они дают силу демонам. Именно от людей очень многое зависит здесь, на земле. Очень важная планета, она является центром Вселенной. Земля является центром и осью Вселенной. Ось Вселенной проходит через лесные Миширани. Поэтому там тоже портал существует, который выходит от Ховного мира. И полубогиня Бхоми, она обратилась к Брахме. Потому что Брахма может вызывать Кришну. Поскольку он сын Кришны, Вишны. И Вишна приходит по просьбе своего сына. Но полубоги могут его даже не видеть. А только Брахма были. И полубоги пришли и сказали, что как мы можем сделать, мы ослабли. Потому что земли там вошли в тела этих цариц. И они обратились к Кришне. И Кришна сказал, хорошо. Я воплощусь среди людей. И я буду вашим дядей. А вы все полубоги должны воплотиться там же, в этом роду. И поэтому все полубоги пришли и воплотились так же. И все в одном роду. Куру. Демоны воплотились. И полубоги. И они между собой были двоюродными братьями. Родственниками. И они воспитывались. И ни те, ни другие не знали, что они полубоги, а что те демоны. Махамая покрыли их сразу. Когда они получили Махамая их покрыло, и они забыли о том, что они полубоги, что у них какая-то ниссия. Они просто вместе дружили, играли, там, футбол, шахматы. Другой занимались. Прыгали, бегали, скакали. Занимались у одного духовного учителя военным искусством и так далее. Любили друг друга. Привязались друг к другу. И Кришна только один помню. И Баларану. Что происходит? А полубоги забыли. И демоны начали вспоминать свою миссию. И они начали чинить козни. А полубоги ничего не соображали. Они даже не думали, что какие-то демоны или что-то. Просто они были праведными людьми, праведными царями. Такова предыстория. Да, сейчас, сейчас. Вы говорили, что Баларама очень любит Дурьядхали. Да. Покровительствовал его. Прямо защищал его. А Баларама, он Санкаршана. А Санкаршана, его экспансией является Шива. А Шива повелитель ложного эго, демонов, змей и всякой твари. Он сострадает. Да. И Баларама сострадал Дурьядхали. Он думал, ну а кто этими дураками будет заниматься? Кришна все время с праведными. А кто этими балбесами будет заниматься? И он сострадал, поэтому он их тоже защищал. Он говорит, а кто же их будет защищать? Как же они-то без защиты останутся? Они же тупые. Поэтому Баларама защищал Дурьядхану. И любил его. И когда Кхима убил Дурьядхану, Баларама кинулся с плугом на Кхиму. И Кришна сказал, остановись, Кхима вороже. И Баларама, он всегда слушается Кхима. Он остановился и сказал, братан, он же моего любимчика кончил. Он сказал, ничего, мудрые не скорбят, не оживут. И Баларама съел это, ну ладно. Плуг на плечо и пошел, не скорбя. Потому что он понял, что такого замысел Кришны. Он никогда не противоречит Кришне. Потому что очень любил. Очень любил. Хотя он старший брат. Баларама, почему он стал старшим братом Кришны? Когда Кришна, они родились, Кришна забодал его. Забодал его. Ты то не так это делаешь, то не так делаешь все время. И Баларама, он молился. Он сказал, пожалуйста, сделайте так, чтобы я хотя бы углил их, кто старшим был. Что Кришна меня достал, достал. И поэтому так было мудрецами устроено, и самим Кришной. Мудрецы пришли к Кришне и сказали, ну почему ты выпадаешь все время? Он сказал, ну он же младший брат. Он говорит, ну ты его так забодал, что он все время старшим братом хочет стать. И когда они пришли на землю, он стал старшим братом Кришны. И Кришна никогда его не отчетовал. Теперь Баларама ворчал все время на Кришну. А еще? А вторую забыл. Вторую звали стрелок. А я посмотрю потом. Я же всегда на памятности надеюсь, а иногда подводит этот семинар. Да, есть. Ага. Сколько помню, я помню, Сатьябати, что я не знаю. А Весадева, он как полубог, он не просто полубог, он бог. Он же литературное воплощение пишет. Он Шахте-Авейш-Аватара пишет, он выше любого полубога. А нам сразу захманут за маму, тем более он ее сын. Там этих, простите, тут... Всегда готов. А в Весаде вроде как больше не собирался зачитать детей. Да. А Шахте-Авейш-Аватара как появится? Это был уже гост. Как он вроде говорил, что все, последняя рация, я не знаю. Нет. Это было желание Кришны. Потому что Кришна хотел, чтобы кто-то поведал Шриман Бхагаву. И поведал именно Махарадзу Парикшину. Парикшин появился после Пандала. Парикшин-то кто был? Махарадзу Парикшин. Ну, конечно, он был внук Павчей Парджуна. Он был сыном Абхимани. Сыном Абхимани. Абхимани убили. И осталась беременная жена. И жена как раз на семье почти таковой. Махарадзу Парикшин. И поэтому в Ясадеву и после Курукшетры, по желанию Кришни. И как получилось-то? Как жена-то беременная стала? Ясадева даже с ней не смогу являлся. Жена вышла. Зевать начала. И попугай ей залетел туда. Вот. Проглотил его. А кто это был? Шука означает попугай. Дева Божественная. Шука Дева, он был попугаем Шхимати Радхара. Один раз он там ляпнул что-то не то. Мне вот что-то Кришне рассказал уже о Харане. Что не хотела ни в коем случае Радхара. Чтобы Кришна знал. Он сказал, что она все время тебя по ночам обнимает. Сделай там эту штучку. Где и что? И Ангел Кришна говорит, что ты там меня обнимаешь что-то? Она сказала, что попугай. Она стала гоняться за попугаем, чтобы перья по высчитывать. И Шука бегал по всем лайкунхам от нее. Когда она из биндауны за ней выскочила. И он в материальный мир от нее. Чтобы убежать, он в материальный мир взлетел. И не знал, куда одеться. А Шхимати Радхара сначала превратилась в Лакшми. Стала бегать на лайкунхах и его ловить. И когда он залетел в материальный мир, она стала дургой. А дургу уже все. Сейчас я его там зацрублю. Это попугай. Смотрю его. Сделаю из него дичь. И дичь феодит. И Шука вон в страхе летал-летал. И он подлетел к жилищу. И у Вьяссы тогда жила эта женщина. И она вышла. Зевать начала. И он. И играл. И она. Так появился Шукадева Госвами. Поэтому его зовут Шукадева. Но он приобрел человеческое тело. До 16 лет она была беременна. И все рождались через 9 месяцев. Шукадева не хотел 16 лет вылезать. Он рос, у нее был огромный живот. Там целый мужик сидел такой. И она сегодня поговорила. Вылезаем. Он думал этот мир исполнен страданий. Сейчас вылезешь. Потом вообще. От хип-хута, от хиатна, от китаева. Нет, буду сидеть. Говорится он уже в животе отрекся. В очередь матери он уже был отречен лично. Когда он родился. Он сразу собрал манатки. Все. Я ухожу совершать аскезы. Не надо мне ни папу, ни маму. Никакого этого мира. Весь этот мир. Мир страданий он тут же был. Он был полностью осознавший себя душой. Но он был имперсоналистом. Говорится, когда живое существо попадает в материальный мир, оно тут же становится имперсоналистом. И без преданного оно никогда не может вспомнить о его личности. И Веса Дева стал бегать за Шукадеву. Говорит, сынок, я же в Тибану о том хочу рассказать. Удрите-то, Сибану. Вообще не хочу тебя слушать. Потом привяжешься к тебе, будешь. Потом о тебе думать. И он ни в какую, никаких сыновьих чувств, ничего не хотел. И ушел. И отец его искал, искал и не мог найти себя. И он такой, Иосиф Дева совсем не печалился. Сил и в горе сидел. И как-то к нему зашли охотники. Они шли охотиться на лаве, на снежных парцах. И они зашли к Иосиф Деве. Иосиф Дева накормили. Они сказали, где там? Там где-то есть. И они пошли. И они набрели на Шукадева. Он уже несколько лет сидел там в позе лотоса. Тоже у него были такие когти. И заброс. И они раздвинули там какие-то кусты, его увидели. И подумали, что это привидение. забежал шукадеву. И отец увидел, сынок, папа, наконец-то ты появился, подожди. А он устал бежать за этим дураками, чтобы сказать им, что все нормально. И те там в ужасе под кровать забились эти великие воины. Потому что он был очень ужасен, шукадева был очень страшным. Говорится, он был красив, он на Кришну. Но поскольку он совершал там эти тапаси, он был ужасным. Отец его вымыл, подстриг и сказал, садись, я хочу тебе кое-что рассказать. Всегда уйти успеешь. И шукадеву, поскольку устал бегать там по горам за этими великими воинами, он сел и подумал, ну сейчас отдохну, пусть говорит, отдохну. И что-то такое, будто бы он это все помнил. И он начал рассказывать о настроении Вселенной, о великих мудрецах, о Кришне, когда он о Кришне, потом о Вриндавне. И когда он до десятой песни дошел, источник вечного наслаждения вести и говорит, шука уже в экстазе сидел. Слезы катились с его глаз, он уже все, у него все аштасатвикабабабы, все признаки любви к Богу проявились в теле. И уже на 12-е песни он уже знание терял. И он сказал, все, я буду поклоняться к Кришне. Он сказал, нет, должен пойти и поведать чремат-багалатам всем мудрецам. И он сказал, да, да, я всем хочу рассказывать это. И он пошел, и как раз Махараджа Парикшир пришел. Все было так устроено. Субтитры сделал DimaTorzok